Рассказывать об изменениях в стране и разъяснять программные документы – одна из главных задач лидеров Нуратана. Об этом говорили на 28-й отчетно-выборной конференции с участием секретаря партии Элиты Ренченко. Рассмотрели достижения, недочеты в работе, обсудили планы на предстоящий период. Об итогах встречи расскажет Айгири Мукашева. В Северном Казахстане почти 40 тысяч нуратановцев. Они состоят в 366 первичках. Большая часть – госслужащие и бюджетники, а вот представители сельхозсферы малого и среднего бизнеса в меньшинстве. Необходимо провести работу над качественным составом партии, говорит заместитель председателя областного филиала. Артур Молдогулов отметил, надо проработать вопрос и консультативно-правовой помощи населению. За отчетный период в нуратан с проблемами обратились свыше 7,5 тысяч североказахстанцев. Треть решили, по остальным дали рекомендации. Особое значение в партийной работе отводится вопросам действия коррупции. В области во всех филиалах действуют общественные советы по противодействию коррупции и комиссии партийного контроля. Всего за 2017-2018 годы проведено 164 заседания ОСПК и 175 комиссий партийного контроля. За отчетный период, за различные коррупционные правонарушения были привлечены к ответственности 15 членов партии. Все они исключены. Партийцы должны ежемесячно перечислять членские взносы, но делают это меньше 70% нуратановцев. С начала этого года собрали 78 миллионов тенге. Не допоступило 2 миллиона 900 тысяч тенге. Из 15 территориальных филиалов партии наибольшая задолженность имеется в Темиряевском, Крузовском и Есильском районных филиалах. За 9 месяцев 2018 года доходы от аренды составили 16 миллионов 500 тысяч тенге. Выполнение плана составило 93,7%. Не выполнение плана за счет незданной площади в Олихановском районном филиале партии. Целей и задач у нуратановцев на следующий год немало. Большая роль в их реализации отведена молодежному крылу. В числе их последних проектов – English for Jastar. Около 500 человек в шести районах области бесплатно изучают английский язык. В наших рядах более 10 тысяч молодежи. За отчетный период молодежному крылу проделан большой объем работы. Мы участвовали во всех партийных проектах. Всего за отчетный период проведено 179 мероприятий, в том числе 33 по республиканскому сетевому графику. Мероприятиями было охвачено более 20 тысяч человек. Выступил перед партийцами секретарь Нуратана. Впервые он был в Петропавловске 12 лет назад. Изменения налицо, говорит Илья Теренченко, и в лучшую сторону. Скоро здесь откроется дворец школьников, аналогов которому нет в Казахстане. В его IT-оснащение вложили порядка 2 миллиардов тенге. Всего в стране работают около 700 инновационных классов. Навыкам программирования, 3D-моделирования и робототехники учатся более 15 тысяч детей в возрасте от 8 до 16 лет. На базе казахстанских IT-компаний и региональных вузов открыто 24 IT-центра с общим охватом 1000 человек. В первую очередь это безработные и самозанятая молодежь. Выпускники IT-центров будут получать содействие со стороны НПП «Атамикен» по трудоустройству. Поговорили на встрече и о достижениях, и о недочетах в работе. Обсудили планы и избрали новый состав Полицовета партии и контрольно-ревизионной комиссии. В обоих случаях решение приняли единогласно. В завершении 28-й конференции ее председатель Кумар Аксакалов подчеркнул, одна из главных задач первичек – рассказывать народу о принятых в стране изменениях и следить за исполнением. В 2016 году была принята предвыборная платформа, в которой все четко расписано, что же мы сделаем в предстоящий пятилетний период. Все сегодня государственные программы, они как раз таки исходят из предвыборных обещаний Нуратана. Сегодня все это еще раз нужно переложить на районный уровень. И мы должны очень четко понимать, а что же сегодня на месте, конкретно в каждом селе, конкретно в каждом коллективе мы сможем сделать вот из той большой предвыборной платформы. В рамках рабочей поездки в северный регион секретарь партии Нуратан Илья Теренченко ознакомился с ходом строительства 30-ти квартирного жилого дома в Казалжарском районе. К работе на данном участке приступили в декабре прошлого года. В конце ноября уже сдадут в эксплуатацию. Арендовать квартиры здесь будут представители социально уязвимых слоев населения, стоящие в очереди на жилье. По программе Нуратан Жил строится на эти цели с республиканского бюджета. Были выделены средства суммы 197 миллионов тенге. На сегодняшний день осталось работы по подключению к инженерным коммуникациям. Теплооснабжение подведено. До конца ноября месяца планируем подключить к электроэнергии, подключить к канализации. Общая площадь дома 1300 квадратных метров. Здесь будут два типа однушек по 32 и по 40 метров. Из 30 квартир 4 предназначены для инвалидов. Мы такие объекты берем на свой партийный контроль. В рабочих поездках по всей области, по проведению наших отчетно-выборных конференций, данные вопросы будут обсуждаться. Наша комиссия партийного контроля будет выезжать и мониторить исполнение государственных программ, где дома строятся по программе 7-20-25, Нур-Лужев, Нур-Лужев. Всего в Казужарском районе в очереди на жилье стоят 678 человек. Агири Мукашева, Дарья Пышминцева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.